Девушки отдыхают Здравствуйте, я пришла за самым лучшим мужчиной. В этом мне помогут подруга Полина и сестра Кристина. Вера, 25 лет. Дважды отменяла свадьбу. Одному жениху отказала, когда поняла, что не любит. Второго очень любила, прощала измены, но не смогла его исправить. Вера владелица магазина одежды и инструктор по сноуборду. Мечтает открыть салон красоты. Гордится тем, что ей нет равных на кухне. Предупреждает ее возлюбленному, придется избавиться от всех своих подруг. Вера никогда не свяжет свою судьбу с оснобом и клубным тусовщиком. Ищет спортивного, работящего мужчину, который готов обеспечивать семью и все выходные проводить вместе. Это печенье с сухофруктами для поддержания вашей красоты и здоровья. Спасибо, дорогая. Действительно, делайте. Какая умница. Она уже приготовилась. Верочка, вот глядя на вас, вы производите впечатление очень правильной, серьезной и последовательной девушки. Но вот послушав историю, что с вами происходило? Либо вы нас обманываете, либо жизнь вас поставила в такие условия. Дело в том, что я очень влюбилась. Сколько лет было? Мне? 21 год. А ему? На 5 лет старше. За что влюбились? Что в нем было особенное? Ну, это какая-то химия. Как бы сразу, ну, мы не понравились друг другу сразу. Точнее, он мне не понравился. А со временем просто начал делать такие поступки, что он просто меня завоевал. Верочка, и вы переехали к нему, да? Да. Я так понимаю. И что началось, что за круговерть? Ну, началось как притирка характеров, да, естественно. Ну, бытовые какие-то моменты. Ну, как бы поругались. Ну, как бы все ругаются, да? Ну, да. Ну, какие же бытовые моменты. Однажды вы вернулись и поняли, что там хозяйничала другая барышня. Да, да, было такое. А что вы нашли? Я нашла два браслетика, как, знаете, в клуб ночной, вот такие яркие браслетики. И бусики, бусы, бусины. Присутствие женщины было очевидно. Да, очевидно, да. И, ну, как бы... Притом молодой и, судя по всему, не очень дорогой барышни, да? Судя по бусикам, по браслетикам. А, естественно, да. Ну, она как бы на одну ночь, естественно. И допрос с пристрастием, естественно, последовал. Да, я его спросила, в чем дело. Вот. И вот он уже готов был осознаться, но его кто выручил? Брат, да. Она рассказала, что ее мужик ей изменял. А ты изменялся? Как ты к этому относишься? Как ты к этому относишься? Да, хочешь потратить? Ладно, мне все равно, что у нее было до меня. Брат подскакивает и начинает объяснять, что это я. Что это я, это мое. То есть он в этом не виноват. Что он иногда немножко переодевается в браслете. Понятно. Молодец, брат. Скажите, пожалуйста, Верочка, честно только, вы поверили в эту версию? Или вы хотели просто поверить? Нет, я поверила. Поверила. Я думала, что он будет с ней до конца дней. Ну, ясно. И опять стали вместе жить, и все у вас было прекрасно до того времени пока. Что там не случилось? Ну, тут как бы я, может быть, не очень хорошо поступила. Он уехал в другой город, ему нужно было. Я решила с подругой пойти отдохнуть в клуб. Ну, как бы там все прилично. Нас забрал ее муж из клуба ночного. То есть ничего такого. Я приехала к маме, естественно, он мне начал названивать. А он с больной-то головы на здоровую стал вас? Он не стал, он просто позвонил, спросил, где я, где я была. Я сказала, где я была. Вот, он позвонил мужу, подруге, начались разборки. Собрал ваши вещи и выставил за дверь. Да, он привез меня к маме, да. Это ужасно, на самом деле, состояние, просто жуткое. А все вещи-то вернул? Абсолютно все. Скажите, а вот этот период страстей ваших, вообще разговор заходил о том, что хорошо бы пожениться? Вот, будешь мужем, тогда и будешь командовать. Нет, на тот момент нет. Вот вы себе живете у мамы. Да, я живу у мамы. Не отвечаете на звонки? Нет, вообще. Не отвечал, как бы, ну, не поддавалась. И я познакомилась с другим мужчиной. Достаточно быстро. Вот, это был чудесный мужчина, вот, из интеллигентной семьи прекрасной. У него музыканты, мама, папа, сестра умнейшая. У нас начались отношения. Он очень хороший человек. Ну, действительно, вот, он носил на руках вот это. Все ваши капризы. Абсолютно. Пару примеров. Ну, просто так засыпаю ночью. Ну, я хочу малины. С утра просыпаюсь, у меня стоят два ведра малины. Я не знала, какую ты хочешь садовую или лесную малину. То есть два вида. Любил. Просто очень любил. И уже вы стали заговаривать о свадьбе. Да, очень быстро, да, это произошло. Ну-ка, злорогий тут как тут. Свел вас с бывшей любовью. Случайно, да? Да, он не позвонил. Или не случайно, честно? Нет, он мне позвонил через долгое время. И сказал, ну, там какую-то... А где там вот это у меня лежит? Что-то не могу найти. Ну, и, в общем, как-то... Встретились. Да. И первое, о чем вы ему сообщили, что вы замуж собираетесь. Да, я собираюсь замуж. И он, ну, как бы он тоже тогда, у него были отношения с девушкой. И он в отмеску даже девушке сделал предложение, что... И вы, забыв о всем том хорошем, что для вас сделал новый возлюбленный... Вы знаете, мне ужасно стыдно, как бы, но я все-таки человека не любила. Как она ее засмущала. И вы решили сознаться ему, признаться во всем и вернулись к бывшему? Да, к бывшему, да. Какой ужас. И, в общем, вы перешли к нему, снова заговорили о свадьбе, да? Ну, да, вопрос уже стал, как бы, что... Но сколько волка не корми. И, да, все равно, все-таки, да, в лес он смотрит. И произошла ситуация. В общем, я узнала о его очередном каком-то увлечении. Если я с одной девушкой, я никогда ее не изменяю. Меня так пожитно было, я никогда не изменяю. Конечно, хочется жить страстями, особенно вам, с Венерой Вовни, когда крышу сносят просто от любви. Но в этом было и такое социалистическое соревнование с той девушкой, признайтесь себе честно. Ну, может быть, да, где-то. Вот к 25 годам уже все равно экспериментировались. Вот сегодня хочется такого же яркого плохиша, чтобы в страстях колотиться. Или все-таки мужчину надежного, хорошего. Но пусть не будет зашкаливать градус там любви. Но все-таки. Зачем пришли сегодня? Да, конечно. Хочется человека для жизни, для серьезных отношений, чтобы он четко понимал, что семья – это есть семья. Она хочет найти любовь все-таки. Знаете, что интересно? Я тут прочитала, ну, я же как бы ваша преданная-то должна была изучить, да, чтобы вот женихам озвучить и чтобы достойного вам подобрать. Я так почитала и поняла, что вы живете в Горке-2, это же Рублевка. То есть у вас все хорошо, да? Ну, я живу не в доме, а в квартире. Просто, ну, просто поселок, да. Ну, это все богато, да? Все богато. Ну, там очень, да, очень. С родителями? С родителями, да. Да, но он находится не там. Хорошо, а у вас магазин есть? Ну, да, небольшой. Мы какого мужа будем искать, с каким достатком? Хочется средний достаток. Сколько тебе, сколько? 300 тысяч? Ну, да. Хотя бы больше, там, 100 тысяч. 100 тысяч евро? Нет, рублей. Рублей? Да, конечно. Ну, это обычный мужчина-то, паспортный. Сколько нужно, ну, вот так вот, если прикинуть, в семье для того, чтобы жить нормально, достойно, отдыхать, ездить, детей рожать. Все зависит от того, какие вообще приоритеты у семьи. Вам нужен мужчина легкий, зануда, даже тот, который будет смотреть вам в рот, вам не подойдет. Вот вам нужен живой, умный, но не слишком болтливый. Это вот как раз про тебя. Живой, умный, не слишком болтливый. Живой, да, пока живой. Тот, который будет веселым, больше с вами, а не со своими друзьями, потому что вы любите мужчин компанейских. Это тот тип, который вас притягивает, но сами вы потом их выносить не способны. Вот так. А, кстати, по поводу этого. Вы говорите, что вы не потерпите бывших подружек. Лариса-то очень любит, я ее всячески поддерживаю. Это что, криминал, что ли? Прямо суммустранять будете? Физически? Ну, физически я не буду, но я считаю, что есть грани семьи, которые... Ну, вот есть у нее парки, будете. Переступать. Семья есть семья. Это понятно. Подружка есть, что делать будете? Забывать должен. Ну, хотелось бы, да. Я допускаю другу, потому что в этом ничего плохого нет. И знакомьтесь с первым динамом. Привет. Меня зовут Дима. Твоя улыбка поразила меня с первого взгляда. Приятно познакомиться. Надеюсь, мы продолжим после программы. Мне тоже очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, это очередной классифика. Здравствуйте, девочка. С кем вы? Добрый день. Это мои друзья Володя и Кирилл. Очень приятно. Давай сама посмотрим. Дмитрий. 27 лет. Менеджер по развитию в рекламном агентстве. Любит кататься на сноуборде, гордится аналитическим складом ума. Считает себя бескорыстным человеком. Предупреждает, не умеет отказывать красивым девушкам. После ссоры сгоряча изменил возлюбленный. Вымолил прощение, но отношения спасти не удалось. Надеется, что Вера умеет прощать. Это что за ссора была, что месть была в виде измены этой самой барышни? Нет, это не была месть. Это случилось просто спонтанно. А из-за чего поссорились? А, поссорились мы перед Новым годом. Это было около, по-моему, трех лет назад наступал Новый год. Мы поехали в магазин и закупались, не знаю, там, алкогольной продукцией, да, там, не знаю, всем. И ей показалось, что я слишком много покупаю алкоголя. Из-за этого, в принципе, все понеслось, как-то завертелось. Сколько много-то? Вы что, ящик, что ли, там? Нет, не ящик. Ну, мы взяли... А вы вообще пьющий? Ну, я пью, скажем так, да. Выпиваю. Я похож на алкоголь? Нет, ты не похож. Мы уезжали за город на праздники. Тем более. Это был Новый год, да. Ну, в общем, началось все с этой вот малости, да? Да, и уже, когда мы приехали в дом отдыха, там она уже с таким лесом ходила, недовольным. Ну, и, в принципе, слово за слово. В итоге мы поссорились. Но Новый год вместе встретили? Это было после Нового года уже. Так вот, я уехал из дома отдыха, вспылил, да, на всех вот этих вот парах. Уехал и... К родителям? Да, к родителям на дачу. Вот, после этого мы не общались, решили, что вроде как мы расстались, но у нас такие ссоры были постоянно, в принципе. Мы то расставались, то сходились, не знаю, там, два дня мы вместе живем, день, не знаю, я куда-то уезжаю, там, к родителям, еще куда-нибудь. Вот, и случилось так, что я вернулся в Москву и встретился со своим товарищем, он был живым. Он вам Снегурочку подарил? Да, так произошло, что, ну, сгоряча я изменил ей. Слушай, ну, даже если ты даришь себе Снегурочку, об этом можно и не говорить, на самом деле. Конечно, сгоряча, но только сгоряча, конечно, все это происходит. Да, вы праздники, да, знаете, так. Нет, просто жарко было, в сауне все происходило, это горячо. Ну, можно сказать и так. Че дело-то в сауне? После новогодних праздников там отмокал? Да, да, ну, не то, что отмокал, мы пошли просто встретиться с друзьями, потому что я их не видел в новогодние праздники. А девчонки-то по вызову были, те, которые... Нет, это были общие знакомые, я девчонки по вызову. А они-то что, поперлись с мужиками в баню? Нет, это была жена одного из друга, и его, тут не было мужиков, нас было... И его подружка? Подружка... Ее? Да. Ее? Да, жены. Я всегда против мужских банд. И закрутилось все оно вот это вот практически по пьянке. Да, после этого меня заучила совесть. Да вы что? Да, конечно. Такого бывает. Я не выдержал, я позвонил ей, говорю, что давай мы начнем все сначала, я... Я тебе как раз изменил по случаю, давай начнем все сначала. Нет, я не смог признаться. Я признался по прошествию времени, потом уже, где-то года через два. Ну, это и правильно. Если изменил, то, конечно, лучше не говорить. Вот скажите, кто вас тянет за языки, вот это вот правда все? Случилось так, что пришло смс на телефон от этой девушки. Которая понравилась после баниты? Которая понравилась. Как вы ее парили, ну понятно. И моя девушка, которая была у меня в тот момент, она увидела его, ну там, в принципе, стало все понятно. А что там она написала? Спасибо, что хорошо попарились? Нет, ну там был текст такой примерный, что привет, там, как дела? Вот. И по переписке она поняла, что эта девушка не просто друг, скажем так. Мне кажется, нашей Вере, мне очень нравится эта история. Вы себе сами ответили на вопрос, почему не сложилось, и что вы из ошибок совершили в этих отношениях? Да, моя ошибка была, конечно, это измена. Измена или то, что признался? Нет, признался я потом. Вообще, сначала я не признавался, вы что? Но ошибка была не в этом. Вы пытались на самом деле настоять на своей свободе, на том, что она не может вами управлять любой ценой. Ведь алкоголь это только повод. Ну хорошо, вот перед вами полуплохиш, то есть кающийся. Да, 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 да. Будете рассматривать, нет, историю такую с Димкой? Ну, как вы сейчас относитесь к измене? Ну, я пересмотрел свое, так сказать, поведение, да. Вера, что вы про измену? Ведь проблема была не в измене, ссора была не из-за этого. Ну, понятно, да, что человек пытался... А как он скажет вам? Как вы думаете? Признается в этом ли? Нет, ну как вот вы спрашиваете его, как вы сейчас относитесь к изменам? Ну, что должен сказать мужчина, который пришел свататься к девушке? Отрицательно, категорически. Ну, конечно. Чтобы он еще мог сказать сейчас, конечно. И вы поверите на слово, да? Ага. Ну, вообще, я хочу сказать, вот эти цыплялки, если человек не алкоголик, правда, Новый год, приедут друзья, ну, не бабское это дело. Ну, что ты ходишь за ним по магазину и ему зудишь? Это, знаешь, как в компаниях. Мужчина все равно выпьет столько, сколько он хочет. Ну, не знаю, можно хитростью, можно... Ну, и мужчины, бывает, лезут на рожон. Я сказал, что я хочу три ящика водки, все, пускай они даже... Да ладно, а потом раз, тихушечку на это, на компрессы. Ну, пусть мужчина сам решает, как на Новый год и что покупать. У него, кстати, такое качество есть хорошее, бескорыстие. Мне тоже как-то это немножко покоробило, когда девушка прям требовала 80 тысяч, да? Вот выложи 80 тысяч, и все. Ну, да, был такой разговор. Она решила на вас отыграться, на самом деле. Это было сказано, конечно, в шутку больше, да, но просто я задумался над этим, потому что... Нифига себе шутка. Да, шутки такие, как-то они неспроста, в принципе. В общем, вы начали искать поводы, она начала к вам придираться, и вы начали тоже искать какие-то недостатки в ней. Ну, не то, что я начал их видеть, скажем так. Не то, чтобы искать. Я их просто не видел, потому что я, ну, действительно любил этого человека, хотел быть с ней. Когда начинаешь видеть недостатки, значит, любви уже нет. Значит, девушка просила 80 тысяч. Это только, я так понимаю, на ее содержание. Да, соответственно. Ну, плюс еще есть общий бюджет на коммунальные услуги и тому подобное. Вот Верочка рассматривает мужчину, у которого доход 100 тысяч. Сейчас у вас сколько? Ну, я не скажу, что у меня сейчас доход 100 тысяч, у меня доход поменьше. Она ищет конкретно мужчину, у которого доход 100 тысяч и больше. А квартиру у вас есть? Куда невесту приведете? Квартира... Такой сложный, так сказать, вопрос квартиры. Я, на самом деле, сам живу с родителями на данный момент. Вот. Ну, также у меня есть бабушка, да, со своей квартирой. Бабушка жива-здорова. Да, но есть дача, где она живет, в принципе, как круглый год. То есть вы хотите сказать, что бабушку отсели? Ну, в конце концов, квартира, дача, это очень хорошо, но это не самое главное, мне так кажется. Если есть отношения... Да, главное, чтобы у вас все было хорошо. Вы живете в квартире с родителями? Да. И тоже, я думаю, родители не будут против, да, если вы как-то будете... Примак придет к вам. Лариса, мне мама прямым текстом сказала, чтобы я выбирала того мужчину, который будет принят в нашу семью, и мы будем одним целым. С родителями жить сложно, потому что ты не сможешь раскрепоститься. И вот на этой прекрасной ноте мы хотели бы посмотреть на сюрприз. Мы сидим у костра, и звезды смерцают с небес. Ты целуешь меня нежно в щеку. Ну, мне кажется, это не ее формат совсем. Она же джаз любит. Твоя голова у меня на ногах. Как хорошо сидеть у костра вместе с отцом. Спасибо. Все, мы закончили. Молодец. И сюрприз хороший, и сам не дурен. Проходите в свою комнату. А, Клубкина, садитесь. Короче, мы там. Мы там, я тебе говорю точно. Ну, и что вы скажете? Мне мальчик понравился. Мальчик очень милый, очень симпатичный, конечно, набаятельный. Единственное, что меня в нем смутило, наверное, это то, что вот та же ситуация. Могу изменить, могу не сказать, могу не признаться. А вы верите, что есть на свете мужчина, который не изменит никогда? Нет, который и побежит признаваться, и это будет его достоинство. Не надо заострять внимание на измене, и даже тише. Я очень-очень хочу верить, потому что он откровенно нам рассказал. Потому что действительно нам теперь его камнями забросать. Это было в молодости, он это осознал. Я очень рада, если бы... Но я не увидела, наверное, именно осознание вот этого взрослости какой-то, готовности. Так, завидуем молча. А как вам? Он еще молодой. Мне кажется, еще рановато семью. Вот еще рановато. Вы, когда слушаете истории молодых людей, заостряете внимание не на том, что он когда-то там натворил сгоряча, а на те ошибки, которые совершили его девушки. Не повторять таких ошибок, не быть занудой, не говорить под руку, не бросать все, не уезжать там, пожить отдельно какое-то время. Вы на это внимание обращаете? Как тебе, Роза, Денис? Ну, мне Дмитрий нравится. Но если смотреть на готовность мужчины с классической точки зрения, я считаю, что он еще не готов. Слушай, мне она не понравилась, эта Роза. Василис, тебе как жених? Сам по себе Дмитрий мне понравился, но учтите, что стрельцы, которые рождались в середине 80-х, это стрельцы вольно любивые. Если такой мужчина начинает уламывать женщину на гражданский брак, лучше не соглашаться, потому что это продлится до бесконечности. Ему нужно вот это чувство того, что он свободен. Дмитрию нужно четко поставить границу, когда вы прекращаете ждать, что просто отношения переходят в отношения уже заштампованные. И все-таки давайте, допустим, мысли, что люди взрослеют, правда, набираются ума и опыта. Давай поженимся теперь в вашем мобильном, наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас студия «Вера». Идите знакомьтесь со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Здравствуйте. Фера, меня зовут Денис. Очень приятно. И очень приятно с вами познакомиться. Это вам. Спасибо большое. Я бы хотел сделать небольшие подарки. Василиса, это вам. Спасибо. А, Лариса, это вам. Спасибо большое. Роза, это для вас. Спасибо. Нормал, короче. А мы что, как эти? Ах, фигеть. А мы же, у нас же нет денег, ты же сказал, у тебя зарплата меньше, чем сколько. Давайте на вас посмотрим. Денис, 34 года. Финансовый консультант. Учился во Франции, играет в покер и любит дорогие сигары. Объездил на машине всю Европу. Предупреждает, что не понимает намеков и не умеет красиво ухаживать. Денис и его жена не смогли договориться, в каком городе им жить. Поэтому развелись. Надеется, что Вера окажется покладистой. Нет, ну что, бывает, на этапе конфетно-букетного периода люди не могут договориться, в каком городе жить, и расстаются. Но чтобы супруги не могли определиться, в каком городе жить, я такого слышу впервые. Ну, дело в том, что супругами мы стали до того, как переехали в Москву. И когда мы жили в Петербурге, в принципе, нам город этот очень нравился. Но Петербург, ну, если честно, для меня немножко тесноват. А вам предложили в Москве работу? Вы знаете, я сам нашел в Москве работу. И, в принципе, считаю, что это город, который амбициозным людям дает возможность... А дети тоже родились к тому моменту? Нет, нет, ребенок родился здесь. То есть она хотела жить и на Манхэттене, но никак не... Нет, вы знаете, у нее никогда не было потребности в дорогих игрушках или в каком-то шикарном. Откуда вы знаете? Потому что я делал ей время от времени дорогие подарки. А она их бедным людям раздавала, передаривала. Да, вы знаете, ну, скажем, подарки подешевле, но поромантичнее производили на нее большее впечатление. И это было, как бы, один из тех моментов, которые мне не удавалось уловить. Если есть какое-то желание у девушки, я старался его исполнять. Вот. По возможности. Например? Когда я в течение нескольких дней подряд приносил домой цветы. Это было... Это ей было приятно. Да, это было приятно. А какому подарку она не обрадовалась? А когда я ей привез из Голландии бриллиантовые серьги. А как она это объяснила? Почему? Мелковатый камень или не та чистота? Нет, просто у нее были хорошие сережки, которые подарили родители, и они ей очень нравились, и она их очень редко снимала. Вас это задело, да? Нет, вы знаете, это меня не задевало. Просто... Ну, вот как-то у нас не складывалось. Как-то у нас были в разных плоскостях. А хорошие жизни не совпадали с ее? Когда вы получили хорошее место в Москве, и у вас улучшились, наверное, и жилищные какие-то условия, она сказала, нет, почему? Лучше жить вот в Питере, в районе ветеранов. Нет, ну там не ветеранов, конечно. У нас хороший был район. В общем, она не поехала с вами. Нет, мы прожили в Москве пять лет. Мне кажется, он очень спортивный человек. На спортивной машине едет? Мне кажется, он встает с кровати и ложится на кровать. Каждый день. А где она сейчас у вас живет? За границей. Да. А где их в Санкт-Петербург, а где за границей? В результате она за кого вышла замуж? Она не замуж. Вышла, она у него на изживении сидит с ребенком, живет за границей. Ребята, как вы думаете, они подходят друг к другу? Я думаю, они не подходят друг к другу, потому что у них на двоих будет очень много денег. Сколько сейчас ребенку лет? Семь. Он ей квартиру купил. Я не думаю, что просто так можно от любимого мужчины с ребенком сорваться только потому, что ей нравится, как разводятся мосты. Или обожает Васильевский остров. Я думаю, что дело в другом. Не озвучивайте ваше дело. Ясна, меня другое интересует. Татьяна, а вы с какого Бога, подружка-то? С Санкт-Петербурга. Мы учились вместе. Учились вместе, и у вас были отношения? Ну, я бы не сказала, что у нас были отношения. Мы просто гуляли вместе. Ну, конечно, он ухаживал. Нам было 20 лет. Денис, ухаживали же, да? Нараживалось. Понимаете, это была попытка, но мы поняли, что мы не можем быть вместе. То есть мы вот те люди, которые друг другу помогают. Вера, вас такой расклад устраивает? Нет. Подруга, которая пережила жену даже. Я хочу заметить сразу, что у меня при этом есть жених, и Денис его прекрасно знает. Ну, как минимум, он старше вдвое. Мы, наверное, не важно. Но бывают случаи, когда и очень зрелые женщины уводили молодых мужчин. Лариса, очень тяжело было все это переживать, и уже не хочется. Да знаю я про вас, подружек. Потому что, как только будет какой-то промах у жены, ваш муж будет другой все время сравнивать, что моя и одевается подруга. Вот как-то ты бы пригляделась, кстати. И ведет себя на переговорах как-то, ты знаешь, лучше, чем ты. Я готова ради счастья моего друга. Я готова. Готова. Вы предоставите вере, конечно. Будете настаивать отношения, я буду только рада. А у меня другой вопрос. Ваша жена живет за границей. Вы купили ей квартиру. Своего жилья нет у вас. Снимаю, в Москве снимаю. Понятно. А что ты нам... Когда получим, мы уже готовы? Максимум через два года. Через... Отлично. Надо было сказать, что я возьму ипотеку. Да, причем я и хочу собрать ипотеку. Нет, я не дурак, чтобы брать ипотеку. А, вот у тебя проблема. Вот у тебя вся проблема. Татьяна, чем вас не устроил Денис? Почему вы на него не обратили внимание, как мужчина? Что вам в нем не понравилось? Ну, я бы сказала, что у нас несколько разные темпераменты. Зануда? Нет, он не зануда совершенно. Я считаю, что он очень основательный человек. И он как раз очень умеет красиво ухаживать. А красивый-то как? Ну, он дарит цветы, причем дарит их всегда не только... Уикенд в Париже, да? Ну, это возможно, да. То есть он может... Он любит театральную жизнь, он любит хорошую музыку, красивую. Он любит интересные книги. Этот человек очень наполнен и очень разнообразный. Ему всегда есть что сказать. С ним интересно всегда и везде, в любое время. Очень хорошо. Ну, я в тот момент не готова была к отношениям. И мне это было не нужно. А потом он женился. А как вы расслабляетесь? Вот в расслабленном состоянии. Вот вы можете там банка пива в руке или бутылка, ноги на столике, чипсы по всему дому, телевизор там... Нет, нет, нет. Телевизор я не смотрю. Нужно быть честным, прежде всего, перед самим собой. Беда, нужно быть... Я заявляю о том, что ты не смотришь телевизор, ты должен не иметь его дома. Вот я вас вижу. Прямо вот волосинка к волосинке. Конечно, конечно. Серьезно подошел к вопросу. Вы знаете, я сейчас играю одну из своих ролей. Хорошо. В гневе вы какой? И что вас может разозлить? Вы знаете, разозлить меня очень тяжело, но если меня разозлить, я бываю очень издержан. А вот если такая, Денис, ситуация... Вам предлагают место в Кремле и говорят, что родственники ваших избранниц, в которые вы влюбились, нежелательно бы... Вот что-то у них там какое-то темноватое прошлое и настоящее. А мне предлагают место в Кремле? Мы вас берем, но вы как-то здесь раз подумайте, жениться на ней, вот, допустим, на Вере или нет. Вы меня загнали в угол. Для меня будет сложный выбор. Я вот честно скажу, для меня будет выбор сложный. То есть женщина... Женщина... Я должен быть действительно влюблен в нее. Потому что... Такие возможности, ради этих возможностей я приехал в Москву. Спасибо. Покажите сюрприз, пожалуйста. Это честно. Я бы хотел подарить тебе сертификат на обучение в дайвинг-центре. Это начальный уровень. Я думаю, что тебе это будет несложно. Спасибо. Учебник по дайвингу. Думаю, что он тебе пригодится. Ну и экипировка для обучения дайвингу. Это гидрокостюм. Я очень надеюсь, что он тебе подойдет. Ей плевать на этот дайверский костюм. Он ей не нужен. У нее совсем другие интересы. Ну, и когда мой хороший друг, начинающий дизайнер, узнал о том, что у нас будет такая интересная водная тема, он не удержался и попросил презентовать тебе вот такой интересный купальник. Спасибо. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважен. Мишка, ты, может, покажешь, чтобы мы тут подзавидовали? Пальник, ты оденешь? Ну, чё, нет-то? Молодец. Как хошь, мой отдел предложить. Я примерила. Может, мой размерчик? Я тут как раз в отпуск еду. Я так и знал, что Роза вот это сделает. О, ну, Розе подходит тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Роза, да, одолжит. Слушай. Я не стесняюсь. Прям сейчас... Ой, не, длинновато. Длинновато? Ну, нет, он растянется. Ага, ну так, держи. А вот так, дай-ка, вот так. О, о. О. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это что? Красоты такой для выхода. Это паре. Да? Это сверхкупальник. Сверхкупальника? Да. Это паре. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, на, на. Нет, нет, нет. Тебе очень идет. Спасибо, Денис. Роскошный подарок. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ О, закончили. Молодцы. Мы справились. Так. И что вы скажете? Хороший мужчина. Чем он вам так понравился? Какое-то такое тепло, что ли, от него. Спокойство. Вот с ним спокойно. Да. Я такой, я такой, да. Ну да, так и есть. Вы что скажете? Ну, хороший мужчина, да, действительно. Он просто знает, чего он хочет от жизни. Что он сейчас хочет. Ему нужна женщина, чтобы строить семью. Спасибо. Что вы скажете? Сюрприз. Да, очень готовился. Человек очень приятный, действительно. Он так и угадал. И вроде как, как девушке хотел доставить удовольствие. Купальник. Ну, очень понравилось. Вы чем слушаете ответы женихов? Или вы так любите свою сестру и подругу? Мужчина, который променял жену и ребенка на теплое место в Москве, где ему казалось, он себя реализует, так сказать, лучше, выгоднее. Мы же не знаем, кто там кого променял. Конечно, он променял. Нифига себе, теплое место. На пустое место с двумя чемоданами приехали. Для него всегда он будет первичен, а жизнь с женой, с детьми, это будет вторичной. Он хорошо устроился, он обеспечил жену и ребенка. Он сам для себя респект. Потому что он сам себе, засыпая, говорит, ну, они живут в тепле, под солнцем, купаются в море. Ничего, что ребенка вижу редко, но он думает исключительно о себе. Работа же это не сама цель. Работа это возможность обеспечивать семью, обеспечивать любимых людей. 34 года, занудлив. А здесь вот, пожалуйста, закрытое. Это компенсация. Но для какой-то женщины это будет огромное счастье. Для какой-то женщины, которая тоже хочет построить карьеру. Потому что они нам тут много рассказывают, а потом... А в нем, что тебе говорят? С одной стороны, в нем очень яркая мужская суть. Он способен работать и хочет работать на пределе сил во всем, потому что там Тау-квадрат с Марсом во Льве. Но я считаю, что это не приговор Денису. Не всегда он будет делать выбор в пользу карьеры, именно оставляя где-то в стороне личную жизнь. Если найдется женщина, которая будет не просто поддерживающей, а достаточно нейтральной, легкой, не берущей его за душу, этот союз возможен. Любит себя в засос, просто в засос всеми фибрами своей души. И если бы была у него возможность жениться на самом себе, он бы на себе женился. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы смотри на продолжительство. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Вере встретиться с третьим женщином. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Сергей. Я бы хотел, чтобы все твои мечты, с которыми ты пришла сюда, сбылись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще я бы хотел подарить сваток. Я бы хотел, чтобы так элегантно и дорого выглядела моя девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужчина-романтик. Да. Здравствуйте, Сергей. Я не буду делать вид, что не знаю, почему вы один, а без своих сватов. Они ушли. Ну, у нас были некоторые разногласия. То есть я готовился к передаче с одним сюрпризом. Но мне друзья посоветовали, посчитали, что это будет немножко с их точки зрения неправильно. Они немножко консервативны. И посоветовали мне другой сюрприз. Мой дорогой, переживаете? Нет, я не переживаю. Ну, как? Молодец. Я неконфликтный человек. Я всегда стараюсь находить точки разрешения. Давайте на вас посмотрим. Постараемся. Сергей. 37 лет. Владелец мебельного магазина. Занимается бизнесом с 16 лет. Работает без выходных. Планирует переехать в Англию или Францию. И купить дачу в Италии. Сергей женился на своей сводной сестре, несмотря на осуждение родителей. Но как только уехал на заработки в Москву, жена подала на развод. Надеется, что Вера умеет ждать. Подарочки небольшие вам, ведущим. Чудесно. Это Родик. Это вам. Спасибо большое. Но мы тоже задобрили своими цветами, поэтому у них теперь хороший настрой. Мой любимый цвет. Это мы выбирали вместе с моими друзьями. Обальдеть, как красиво. Я одену на следующую программу. А у тебя Женя стилист как раз советовал. Ой, как красиво. Нет уж красиво. Нет уж кификушки. Мне само это нравится. А у тебя много Женщика. Ларит, у меня мало. И это пусть будет, и это, чтобы не ссориться. Отдайте мне все. Как вас угораздило жениться на сводной сестре? Она не сводная мне сестра, да. Не сводная сестра. Как бы мой отец женился на ее матери. Да. Ну. Я в это время как бы занимался бизнесом, разъезжался. А во сколько вы познакомились? Мы познакомились в 15 лет. Ей было 15 лет. А вам? Мне было 23. Опаньки, понятно. Почему? Он такой, он такой, он такой плюшевый. Пожалуйста, пожалуйста. Плюшевый, да, да, да. Она, правда, заканчивала еще школу в то время. Могли бы и посадить, если бы сейчас было случилось. Вас не заставили жениться случайно? Нет, это было обоюдное решение. Обоюдное? Да, я ее сам. Их, и вы состолюбец прямо. А почему тогда развелись? Мы прожили 8 лет. А детки не родились? Дети. У меня есть две очень красивых, прекрасных девочки-близняшки. От нее? От нее, конечно. А почему развелись, Сергей? Развелись. Так сложилась ситуация, что мне пришлось уехать в Москву. На заработки, да? Ну, скажем так, да, на заработках. Я зарабатываю еще с 15 лет. Нет, а где вы, откуда приехали? Я сам с Украины. А, в другом государстве. Как произошло, что вы встали и от семьи поехали в Москву на заработки, расставшись с семьей? Были на тот момент некоторые финансовые трудности. Да, конечно, ни у кого не бывает все гладко. У всех бывают сложности. Вы же понимали, что уедете на полгода, и полгода – это слишком большой срок для отношений. Как правило, ничем хорошим не заканчивается. Я приезжал, я приезжал постоянно, да, то есть... Вообще была инициатива, кто предложил? Все, Сереж, давай расстанемся. Вы, да? Ну, отношения разорвал не я. То есть это была инициатива жены. Жена бросила, все бросили. У нее кто-то появился, как вы считаете? Я думаю, что нет. А тогда почему? Я старался как бы ограждать ее от своих финансовых вопросов каких-то, и она в один момент что-то узнала. То есть там мой отец что-то рассказал. То есть у вас были большие проблемы, какие-то страшные, которые могли ее напугать, да? Ну, не большие. То есть на тот момент как бы это была такая ситуация. Когда живешь в семье, бывают разные ситуации, и в том числе финансовые. И очень тяжело это пережить. Нам тоже с Игорем пришлось продать дом для того, чтобы рассчитаться с долгами. Не у всех хватает мозгов. Будь мне к тому моменту 19 лет, я бы, наверное, тоже не смогла. Лариса, у нас уже не первый жених в такой ситуации. Допустим, если вы понимаете, что вы не заработаете денег, не важно уж на что вы их зарабатываете, долги отдавать или еще что-то, мог быть, имеет смысл вернуться к жене, он же не вернулся по сути. Проблема не в этом, Рост. Проблема в том, что информация была, мне кажется, в семье. Можно я расскажу? Девушку, я так понимаю, не знала просто ничего. Смотрите, то есть девушка не знала про эти проблемы. Это, во-первых, когда она знала, она решила просто обезопасить семью. Какой-то, может, она так подумала, приняла это решение. То есть развод был примет без меня. Молодец, что развился. Молодец, что развился, потому что нужно иметь жену такую, с которой пойдешь в разведку. Уже все понятно. Мне кажется, что ему одиноко в Москве очень, и он ищет подругу. А сейчас с долгами-то у вас как? Все хорошо, налаженный бизнес, долгов нет. А не получится так, ваши бывшие сейчас узнают, что у вас здесь все супер складывается, не начнут шантажировать детьми? Она будет очень рада. Да? Не начнут вешать на вас девчонок, что вот хорошо будем тоже учиться в Москве? Я буду очень рада. Да? А вы как, готовы принять девочек, мужа, и стать им матерью? Ну, я очень люблю детей, дети, действительно, это радость. И если действительно мой любимый мужчина, да, и он тоже меня будет любить, и я думаю, что, конечно, мы примем, ну, как бы, семья будет. Покажите сюрприз, который приготовили. Привычный? Да, мы же примем. Я вам покажу, как я спалю. А сейчас я хочу подарить себя спящего. Шикарно. Другие испанские фарты. А сейчас ходите, смотрите, ножку у кровати отбей, чтобы он упал в кровати, и все. Вам кофе в постель? Нет, в чашку, пожалуйста. Спасибо. Вкусно. А мы выпьем чаю. Спасибо, спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ай, Лалы, Лалы, молодец. Девочки, слушаю вас. Я не поняла до конца этого человека. Я, ну, не услышала, я, может быть, что-то... Ну, какой я? Я открытый, я романтичный. Вам нужно скорее найти своего парня. Да, тогда глаз не будет такой. А вы что скажете? Ну, мне единственное смущает наличие двух детей. Я просто не знаю, готова Вера к этому или нет. А не смущает, что он из другого государства? Вот чудные дичонки. Ребят, жизнь, она длинная. Она такой иногда отчебучивает. У него были страшнейшие ситуации финансовые. Он из них вышел очень достойно. Ну, всякое бывает. Из каких-то благородных чувств не поставил в известность жену, чтобы ее оградить от переживаний. Все получилось боком. Не сломался, выжил. Он владелец здесь мебельного магазина. Красивый, ухоженный. Ну, видно, что женщина его, конечно, любит, потому что, ну, такой он приятный. Понимаете, на этом уже этапе, как человек, сколько совершил поступков. Делайте выводы. Как тебе? Ну, тоже понравился. И потом уважил. Тут мне вроде как даже грек говорит что-то против. Василиса. Совершенно не ваш тип мужчины. Нет той легкости, той веселости, которой хотелось бы, той общительности, живости, контактности. Разумеется, был придавлен сейчас еще и ссорой со своими друзьями. Серьезно подошел ко всему. Это вызывает уважение. Но мужчина не может по заказу вызвать наши теплые чувства. Поэтому я подозреваю, что какого-то движения с вашей стороны в его сторону не было. Но его деятельность мной поддерживает. Молодец, красиво, приятно. О, вот так, видишь? Ну, конечно, с нами. Ну что, девчонки, кого видите рядом со своей подругой? Я думаю, что это жених номер три. А у меня второй. Будешь что скажете? Ну, мне первый больше всего понравился. Дмитрий. Дима, как тебе Вера? Очень хорошо, понравилась. Я думаю, она зайдет сюда. Я тоже думаю, она зайдет сюда. Ваши впечатления? Все очень прекрасные мужчины. Первый, второй, третий. Но сделали свой выбор. Я сделала свой выбор, да. Я считаю, что за одного битого двух небитых дают. Конечно, Сергею. Вера понравилась? Не зря пришел, Сережа. Конечно, не зря. Красивая, милая девушка с хорошим воспитанием. С серьезными взглядами на жизнь. Вы посмотрите на сюрприз. Не о себе думал, не как себя показать, какой я прекрасный, а сделать приятно вам, сделать приятно нам всем. Вы всегда будете чувствовать себя королевой, женщиной рядом с ним. Не хочется? Ну, если не хочется, тогда к другому. Роза? Я всегда говорю, что хорошими мужьями не рождается. Хороших мужей делают хорошие жены. Ну, или, по крайней мере, немножечко корректируют его характер. Как с Вахом, мне, конечно, сытой жизни хочется. А сытую жизнь мог предложить только Денис. Ну, подкорректируйте. А вдруг президентом станет? Денис, ну как тебе? Понравилось, Вера? Дорогой друг, я хочу сказать, что Вера очень шикарная женщина. Она от нее веет добром. Она вся такая теплая. Она действительно очень красивая, умная женщина. Она мне очень понравилась. Василиса. Вы уже разбили одному мужчине сердце, когда не захотели жить с ним, с нелюбимым, уйдя к любимому, пускай даже беспутному. И я считаю, что вам не нужно повторять свои ошибки и идти за тем мужчиной, который не вызывает вашего живого чувства. Только Дмитрий это чувство искренне мог вызвать. Только этот человек, с которым он будет общаться, ну, наверное, легко из всех троих. Поэтому сегодня стоит выбрать его. Думайте своим сердцем. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-4-4. Анна, 27 лет, номер 1892. Хореограф. Ищет надежного и уверенного в себе мужчину, который не откажется сыграть с ней партию в покер. Марина, 22 года, номер 1893. Оперная певица и киноактриса. Ищет красивого брюнета, который сможет смириться с ее властным характером. Мы не знаем, выйдет ли я родная или с избранником. Я приглашаю всех выходить и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ И я не ошиблась. Поздравляю. Вы идите со мной? Да, конечно, я буду. Сегодня у нас есть пара Вера и Сергей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4-ки. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, пожелимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мама, ладно, пускай, ребёночка тоже пускай, а вот 12 кошек не каждая. 13-я кошка, его будущая жена. А можно я хоть взгляну на человека? Можно? Можно, можно. Серёга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не выходи, не выходи. АПЛОДИСМЕНТЫ